ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы продолжаем наше самое доброе утро. Сегодня у нас в гостях, вы не поверите. Ни за что, ни никогда. У нас сегодня в гостях группа... Люди, которых вы никогда в жизни не видели, которые нигде никогда не засветились. Лепа, лепа, лепа. Пистолеты. Не путайте, пожалуйста, его с ведущим нашего телеканала, Сергеем Мукановым. Это фронтмен группы Пистолеты, Сергей. И его бэк-вокалистка под именем Дина. Красивым приветствующим именем. Сергей очень похож на Сергея, который также приветствует по утрам наших телезрителей. Но есть брат двойник просто. Сегодня о другом. Да, сегодня о музыке. Сегодня о песнях. Сегодня вы группа Пистолеты, и сегодня вы хотите рассказать нам о том, что у вас скоро со всем состоится замечательное мероприятие. Да, да. А скоро встреча выпускников, как вы знаете, каждую субботу, первую февраля, она происходит во всей России. Это традиция. Люди встречаются, люди влюбляются, ну, кому еще не поздно женятся. И, соответственно, все это проходит обычно под музыку. Вот. И вот в этот раз мы в одном из клубов Ярославля тоже будем веселить людей своей большой широкой программой. Мы — это пистолеты. Мы — это пистолеты. Да, пистолеты. Сколько у вас в вашем бенде людей, какие... У меня есть диск, на котором представлены члены группы. Гитаристы, клавишник. У нас вообще шесть человек в составе нашем. У нас где-то вот тут есть еще календарик наш, в котором написано, мы работаем в варианте гитара, бас, барабаны и парать. Да, вот из этой серии. То есть еще к этому прибавляется клавишник, да, и бэк-вокалистка. Тоже поорать. А поорать — это я, да. Исключительно поорать, не попеть. Мне интересен жанр, в котором вы выступаете. Это что? Жанр называется поп-рок. Мы поем не только свои песни, да, у нас есть и песни популярные хиты мы поем, потому что, ну, часто люди просят, мы не отказываем. То, что называется кавера. Да. Yellow Submarine. Да, и Beatles поем. Включите Beatles, пожалуйста. И Браво поем, да, и любые-любые-любые. Кстати, о своих песнях. Кто автор? Автор текстов, автор я, автор музыки, группа. То есть вы все вместе рождаете хиты? Да. На совместное производство. То есть я там ночью где-то пишу на телефоне слова, потом показываю это ребятам, они говорят, о, что-то нравится. Согласовано или не согласовано? Согласовано что? Текст. То есть они говорят, да, это хорошо или это не хорошо? Нет, а тексты не обсуждают. Нет, а, да, да, ребят, в общем, вот вам текст. Демократия в коллективе, я смотрю. Пишите музыку, да? Супер сколько за время существования группы уже написано тобой? А песен, вообще песен, текстов у меня, ну, в папочке, наверное, штук 900. Вот. Вот это какой по счету альбом? Альбом это второй. Это второй альбом, но первый... И готовится, я так понимаю, третий. Да, готовится третий. Это первый профессиональный альбом, который мы писали в Москве на студии Несчастного случая с, ну, великими для нас, по крайней мере, людьми. Не только для вас? Ну, для всех, да, наверное. Это действительно классные ребята, которые нам очень помогли. В плане того, что они уже все умеют, они знают, как нужно, да, где-то подсказывали, где-то что-то. Они, например, кстати, подсказали нам, что нам нужна бэк-вокалистка. И появилась Дина. Да, появилась Дина, она ходила к нам на концерты, и мы спросили, девочка, ты хочешь петь? То есть это тот замечательный случай, когда девушка из толпы стала членом любимой группы? Да. Я сначала снимала на такую маленькую камеру, примелькалась. А когда записывали альбом уже, как раз вот песня, которая блюзовского, блюза-лаунж такой, которую мы сейчас посмотрим, кстати, с вами. Да, который будет смотреть. Там сказали, что без женского вокала не звучит. Попробуйте найти себе девочку. Давайте на этом прервемся, не будем интриговать зрителей, и посмотрим все-таки, о чем же мы говорим. Давайте. Хорошо, хорошо, что ты есть на этом свете. Дождь прошел, намочил цветы, но они не плачут, я прошу, не плачь. И ты давай с тобой, на миг не опуская взгляда. Мы постоим, обнявшись рядом под дождем. Хорошо, хорошо, что я, я тебя заметил, не прошел. Мимо и не зря, радуюсь, что встретил, что ты встретила меня. Давай с тобой, на миг не опуская взгляда. Мы постоим, обнявшись рядом под дождем. Редактор субтитров А.Семкин Хорошо, хорошо, что мы обрели друг друга. Пускай судьба идет по кругу, и разлуки не страшны. Ну что же, мы продолжаем наш эфир. Вы посмотрели замечательное творение группы «Пистолеты». Сереж, все в лайве. Да, да, живое выступление, просто пригласили ребят снять с камерами. А почему вы не делаете постановочные клипы, как делают это мировые звезды? Ну, во-первых, это очень дорого. Есть такое, да. Во-вторых, скажем так, постановочные клипы, это нужны, ну, хорошие, правда, профессионалы, которые этим всем займутся. А у нас, если честно, достаточно напряженный такой график гастрольный, да, мы, в принципе, каждую пятницу и субботу у нас точно заняты. Раз уж мы заговорили о гастролях, где есть гастроли, выездные какие-то из Ярославля, есть гастроли? Да, мы выезжаем, очень часто выезжаем в Москву. То есть вы пользуетесь просто в Москве? Да, да. Столично до публики. Ну, там же любят что-то новенькое, правильно, что-то, как бы, не тот, кто примелькался уже. Ездим в Кострому, ездим в Петербург. Ездим и в клубы, в основном в клубы, но очень часто ездим на фестивали. Разнообразные, потому что фестиваль – это интересно, это люди, многие, которые пришли не на тебя, да, не на твой коллектив, а которые пришли еще на кого-то. И ты, соответственно, можешь себе часть вот этой… Люди пришли тусоваться, а вы увидели их. А вот история. И это стало вашим детям. И очень приятно, когда потом в социальных сетях, кстати, ну, нас можно найти, дорогие друзья, в любых сетях и ВКонтакте, и в Фейсбуке, на Ютьюбе, если набрать просто там группа «Пистолеты», то тут же… А почему название «Пистолеты»? Интересно. Потому что, потому что, потому что, ну, изначально у нас было несколько названий, кстати, у группы. Было такое даже смешное название «Гансдозис». Вот. А оно уже произошло от того, что, как бы, первая, первая, ну, первая, как бы, группа, да, которая сложилась. Я подписал файл, назывался «Ган.дос». Вот. Ну, вардовский файл, соответственно. Вот так и получилось название стали. А дальше уже, да, нас, ну, сами понимаете, вот гундосы, да. Сможно, да. Как-то у них многие путали очень. Ночной ассоциативный ряд Сергея Муганова дал ему, в общем-то, возможность называть группу «Пистолеты». Это написано у Дины на футболке. Кстати, Дина, Сереж, сейчас вопрос исключительно к замечательной девушке, которая с вами шла. Я понял, помолчать. Да, все, все. Дина, комфортно ли работать с Сергеем? Вообще в мужском коллективе комфортно? Мужской коллектив? Я думаю, любой девушке будет комфортно работать. Смотря какой мужской коллектив, если там настоящие мужчины, то, конечно, комфортно. Вниманием вас не обделяют? Вниманием не обделяют. Я таскаю так же аппаратуру, как и все мальчики у нас на праве. Вниманием не обделять аппаратуру, я тоже таскаю. Все, вот мы и выяснили подноготную группы «Пистолеты». Нет, ну, как бы у нас все распределяют, у всех обязанности равные. Конечно, мы девушку... Ты поешь, Дина, наносит обожаю вам. Наносит свой бубен. А, если бубен, то это же ничего. Ну, все, ну, стойку могу волоком. А как давно вы пришли в группу? Как раз года, наверное, два, да? Года два назад она... А что-то изменилось в стиле с приходом женского голоса? Конечно. Ну, во-первых, он обогатил мужской, потому что у нас так еще гитарист, да, поет бэк-локалистом. Соответственно, ну, то есть у нас был такой мужской. Местами дуэт, местами подпевка, да? А тут у нас еще есть женские партии теперь. Соответственно, мужчинам теперь наша группа больше нравится. Ну, и предлагаю перейти к приятному. Наш генеральный спонсор, чай Dolce Vita, дарит вам вот этот замечательный подарок. Спасибо. Пусть ваше утро будет самым добрым. Огромное спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Слушайте хорошую музыку, в том числе группу «Пистолет». Обещаем. Творческих успехов, это самое главное. Спасибо. А мы продолжаем. Самое доброе утро. Субтитры подогнал «Симон»